Сегодня у нас, как обычно, очень важная тема. Разговор про тульп. Что это такое, спросите? Что такое тульпа? Это, вот смотрите, термин в мистицизме, обозначающем паранормальное существо или объект, созданный с помощью силы мысли. Вот такой ерунды вы вряд ли когда услышите. Тульпа может казаться самостоятельным существом и являться собеседником, например, воображаемым другом. Чтобы вы понимали, тульп себе создают абсолютно взрослые люди, как я, насколько я понимаю. Удивительно, как наш мир устроен. Такие вещи уже не считаются постыдными. Вот если бы я сказал, например, что я хочу волшебную палочку. Вот, это моя... Вот я хочу, мне это нравится. То на меня посмотрят, скорее всего, у меня не останется вообще друзей. А если люди всерьез обсуждают, публикуют картинки в интернете, где некая тян из аниме сидит у них на кухне и готовит блинчики, и готова отсосать буквально вот сейчас, как только скажешь. А еще у нее есть кошачий хвост, за который ты будешь держать, когда ее драть будешь. Многие взрослые люди реально мечтают об этом. Но вероятность того, что вы трахнете, например, Ариану Гранду, ну или там будете встречаться, не обязательно секс, она гораздо выше, нежели то, что вы выбьете аниме персонажа. Хотя, с появлением виртуальной реальности, я думаю, все идет наоборот. С реальными персонажами люди вряд ли будут встречаться, а вот дрючить анимешниц всяких, это, скорее всего, будет, да. Так что, ну, почему-то, мне кажется, это еще не скоро произойдет, но вы можете прокричать. Я знаю, что скоро это произойдет, и я смогу ее, я смогу ее оседлать. Скоро Илон Маск изобретет их виртуальную реальность. Это было бы, кстати, прикольнее, я бы тоже, наверное, что-нибудь попробовал такое. Но дело даже не в этом. Знаете, вообще, человек с подобными задвигами, он даже и выглядит по-другому. Его выдает внешность. Ну, очень сложно описать, что я имею в виду. Хотя, внешность, она, опять же, не стопроцентно говорит о поведении человека. Все мы это знаем о его пристрастиях. Ну, вот, казалось бы, я, например, нормальный человек. Ну, я имею в виду обычный чувак, там, некрасивый, не страшный, просто пацан, йоу, или девочка. Даже у такого человека, может быть, своя личная тульпа. Или, представьте себе, может быть, я сейчас сижу здесь, а на кухне там у меня сидит тян, нарисованная в фотошопе. Это правда. Но это не про меня. То есть, у меня нет тульпы, и я в это... Кто знает? Может быть, у совершенно, казалось бы, адекватного человека, которого вы видите каждый день, который ничем не примечательный, в внешности нормальный, даже ебабельный, он фантазирует о встрече с тульпой. Ну, представьте себе, высокопоставленный какой-нибудь человек, казалось бы, да, вроде взрослый, мужик уже, Путин, Владимир Владимирович. Вроде бы адекватный человек, рассудительный, разумный. Человек-тактик, который должен несколько шагов вперед продумывать, прежде чем что-то совершить, какой-то поступок. Иногда, конечно, бывают ошибки, которые могут убить все человечество. Но ничего, он тоже смертный же, как и мы все. Хотя нет, я бессмертный, да, тоже я хочу быть бессмертным. Кто-то хочет тульпу, я хочу быть бессмертным, почему нет? И вот я думаю, вот смотрю на него на телевизоре и думаю, как думаешь, какая у него тульпа, я со своим другом умышляю. У него есть тульпа? Он говорит, а ты че, совсем что ли чокнулся? У него какая тульпа, о чем? Он же президент. Да нет, ну ты представь, вдруг у него есть тульпа. Малый, что он президент, у каждого из нас есть задвиги. Ты вообще себя слышишь? Я себя слышу, потому что я с собой разговариваю. Да, да, здесь ты прав, конечно, ты делал дело. Но тульпа все равно это какая-то ерунда. Ну посмотри на него, какая у него тульпа. Я думаю, светленькая, а может быть рыженькая. Тебе лечиться надо, нам обоим надо. А почему нет? Представь себе, может быть у нашего любимого президента есть своя личная тульпа, с которой он развлекается. Ну почему нет, как думаешь? Ладно, так, о чем я? Ах, да, про адекватность. И неадекватные люди внешне, например, как-то себя этим выдают. Ну, проще говоря, вот знаете, мы можем сразу представить человека, если, например, говорю, ботан. Мы сразу представляем какого-то такого чувака, да, вот такого немножечко странного. Там, с самими волосами, там еще что-то. А если, например, скажу быдлан, ты сразу представляешь такую хрень с заплывшими глазами. А вот я говорю, представляю себе анимешника, понимаете? И вот здесь тоже образ некий у меня сформировывается. Ну, что касается людей, которые мечтают о том, что у них была аниметян. Серьез. Может быть, это и шутка, но есть люди абсолютно серьезные, которые на эту тему рассуждают. Лучше извините, я знаю, среди вас наверняка есть такие. Но наверняка в их внешности что-то не так, потому что, скорее всего, им внешность такова, что им не дадут тёлки. Я не знаю, что это за внешность, но они явно не дадут. Вы знаете, понимаю современный мир, ой, я понимаю, что у всех свои фетиши. Я бы сам какую-нибудь анимешку отжучил, почему нет? Всё, можно попробовать. В общем, блядь, лечиться вам надо, я хочу сказать, потому что огромное количество людей, не знаю, ладно, в статистике, но которые реально хотят встречаться с аниметян, которые сами нарисовали у себя на кухне. Вы чё, ебан? Здесь, как я говорил, ещё дело вот в чём. Любая хрень может обрести популярность. И даже что-то очень стыдное, постыдное, чего вы всегда стеснялись и скрывали от всех, вдруг может словить хайп. Ну, как вот это дичь. Как я сказал ранее, например, если бы меня спросили на собеседовании, или, например, друзья, мы собрались бы на встречу выпускников и спросили бы, ну что, какие у тебя мечты свершились? И я бы сказал, нет, знаете, я хочу жить вечно, и моя мечта пока не свершилась, правильно? Даже эта херня может в дальнейшем стать адекватной, ну, то есть нормально к этому люди будут относиться. Это я такой грубый пример привёл, конечно же. Вот, потому что, ну, типа, встречу выпускников, я хочу стать бессмертным, это действительно шиза. Хотя, если, например, тоже человек сказал то же самое про тульпу, то его тоже сумасшедшим сочли. Дело тут, видимо, не в том, что ты скажешь, а ещё где, потому что если ты соберёшься с пацанами, тульпофетишистами, тульпофетишистами, и вы будете обсуждать друг друга и говорить, какая тульпа у вас, то есть у вас нет реальных жён, девушек, а просто, а у меня фурия тянкиса на кухне сегодня, мне такие пельмешки вкусные сварило. Вот, сидят эти шизофреники друг у друга дома, дрочат и рассказывают эти приколы. В общем-то, знаете, я могу сказать, что у каждого свой фетиш, действительно, и, пожалуйста, дружите с воображаемыми друзьями, но помните, что... Ну, попытайтесь хотя бы это запомнить, что вы всё-таки дегенераты, и лучше никому об этом не говори. До свидания.